В Мозорском филиале Гомельского училища Олимпийского резерва на отделении Академической гребли воспитано немало знаменитых спортсменов. В том числе участников Олимпийских игр, победителей призеров мировых, европейских первенств. И будь бы Академическая гребля в программе вторых Европейских игр, принимали бы участие и в этом состязании. Мастера Большого весла и столица Полесья. А так, в данной дисциплине был проведен свой чемпионат Европы, где выступали в сборной команде нашей страны воспитанники Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва. На прошедшем чемпионате Европы было завоевлено две медали. Одна из них золотая, одна из них бронзовая. К сожалению, наши мозорские спортсмены заняли только всего лишь седьмое место и одиннадцатое место. Конечно же, будем надеяться, что еще все впереди. В этом году будет проходить чемпионат мира, там будут разыгрываться олимпийские лицензии. И мы будем рассчитывать, что наши мозоряне все-таки будут принимать участие в Олимпийских играх в Японии. В отделе выступления белорусской двойки парной легкого веса Елена Фурмана-Сей Янина, чемпионок в олимпийском классе и бронзовую медаль в лодке-одиночке тоже олимпийской категории Филиппа Паукова, к сожалению, констатируем, что европейское преимущество в Лицернии не стало триумфом для Дмитрия Фурмана, занявшего в составе двойки распашной седьмое место, и Станислава Щербачини, который в составе двойки парной, был одиннадцатым. Но время до Олимпиады еще есть, и пожелав удачи профессионалам гребли, обратимся к подрастающему поколению, которое в мозорском филиале Гомельского училища Олимпийского резерва отменное. Чем же привлекает ребят этот захватывающий, но такой непростой в тренировочной работе вид спорта? Мне нравятся тренировки на воде, нравится вода, люблю воду. Привлек этот вид спорта тем, что задействованы все мышцы, и очень нравится работать на воде. Планирую заниматься спортом профессионально и дальше после школы. Цель и задача, ну, конечно же, как и у всех, занять олимпийское золото, и все это, и дальше еще заниматься. Все верно, подняться на Олимпийскую вершину и удерживаться на ней как можно дольше. Это пока мечта, но ведь дорогу оселит идущий, то есть в данном случае гребущий. И если наши герои продолжат тренироваться с тем же энтузиазмом, с каким они делают это сейчас, все у них получится. Приятно, что с не меньшим, чем у ребят энтузиазмом тренируются дамы, которые бесстрашно гребут километр за километром, не страшась усталости и волны. Ну, во-первых, меня в греблю, мне предложила этим заняться моя мама, она тоже занималась, как и я, с детства. Ну, и я решила воспользоваться ее советом и пошла на греблю. Мне очень нравится на гребле. Во-первых, я люблю воду, и мне нравится на воде, мне нравится заниматься греблей. Кажется, команда, которую мы увидели на тренировке, дружная, что немаловажно, ведь что в тренировочных занятиях, что на состязаниях, взаимовыручка, искренняя заинтересованность в успехах друг друга, дорогого стоит. И важная роль в создании коллектива отводится тренеру, задача которого не только подготовить чемпиона, но и вырастить достойного, доброжелательного человека. Мы у нас дружная команда, мы поддерживаем друг друга, помогаем в трудную минуту. Тренер Горденок Виктор Владимирович, он воспитывает нас не только как спортсменов, но и как людей. Во второй половине июня в Бресте состоится первенство Республики Беларусь, на котором мы увидим героев сегодняшнего сюжета, и нет сомнений, что они достойно представят как свою группу подготовки тренера Виктора Владимировича Гордионка, так и родное учебное заведение Мозорский филиал Гумельского училища Олимпийского резерва.